Речь идет не об очищении вашей кожи от грязи. Происходит очищение на более глубоком уровне. Здесь, на линии ушей, есть такое место. Полейте на него немного холодной воды. Как только ваша клеточная структура зарядится энергией, она будет оставаться молодой в течение очень долгого времени. В большинстве индийских языков, в обычном употреблении, Слово «хатха» означает «быть непреклонным». Это то качество, которое вам понадобится. Ваше тело говорит «хватит, достаточно». Но вы непреклонны. Это хатха-йога? Ваш ум говорит «я сдаюсь, я больше не могу этого делать». Но вы непреклонны. Вы просто делаете это. Хатха-йога — это создание тела, которое не будет для вас препятствием жизни. Тело станет ступенькой, но не препятствием, не преградой на пути расцвета человека к своей наивысшей возможности. Итак, простые советы. Я, правда, известен тем, что не даю советы. У меня плохая репутация. Но вот простые советы. В йогической культуре не было такого понятия, как душ. Купание всегда означало погружение в реку. Йогины всегда ходили к реке, окунались, выходили и затем делали практики. Если вы поступаете таким образом, ваши мышцы будут всегда в хорошей форме. Альтернативный способ — это... Обычно в индийских домах есть ковшик, который мы используем, чтобы обливаться. В него помещается по крайней мере 4 литра воды. Если вы опрокинете его на себя, то вода омоет все тело. Что касается женщин, я не буду на этом настаивать, прически и все такое. Но купание всегда означает, что в первую очередь вы льете воду себе на голову. Всегда. Обливание торса и остального тела холодной водой очень быстро перенесет жар в мозг. А этого не должно происходить. Те, кто не хочет мочить волосы, хотя бы могут взять немного холодной воды и полить ее... Вы знаете, здесь есть точка. На линии ваших ушей. Вот здесь. Если вы польете на эту точку немного холодной воды, вы сразу почувствуете некоторое охлаждение в районе головы. Только после этого можно лить воду на остальное тело. Иначе же, всегда выливайте первый ковшик сначала на голову, а не на тело. Итак, наполняете ведро и... Утром лучше всего делать именно так. Как тело должно быть погружено в воду. Вы стараетесь имитировать погружение в реку. В то же время, все тело должно быть... По крайней мере, кожа должна быть покрыта водой одновременно. Не так, не так... Если вы льете воду, все тело должно думать, что вы окунаете его полностью. Если вы обливаетесь таким образом, в системе появляется определенная прохлада, и мышцы становятся очень гибкими. Этого можно добиться также и с помощью душа. Если напор воды достаточно сильный, или, по крайней мере, если объем воды достаточно большой, душа будет достаточно. Всегда лучше использовать воду, температура которой немного ниже комнатной. Вода, с которой вы обливаетесь, или в которую вы окунаетесь, должна быть ниже комнатной температуры. Потому что в этом случае на поверхности кожи произойдет сокращение клеток. Эпиталиальные клетки будут сокращаться. Когда они сокращаются, открываются все поры. Поры между клетками будут открыты. Сами клетки тоже имеют поры. Мы не хотим, чтобы они открылись. Они открываются в теплой воде. Если вы окунете свое тело в ванну с горячей водой, клетки откроются и впитают воду. Это не всегда хорошо. Вы помещаете тело в холодную воду, клетки сокращаются. Между ними открывается некоторое пространство. И это важно для практики йоги, потому что мы хотим, чтобы клеточная структура тела была заряжена другим измерением энергии. Если клетки сокращаются, и между ними образуется пространство, и затем вы занимаетесь йогой, то клеточная структура тела заряжается. почему один человек кажется намного более живым, чем другой? В основном по этой причине. И как только ваша клеточная структура заряжена энергией, она будет оставаться молодой в течение очень долгого времени. люди думают, почему этот старикан еще жив, а вы чувствуете себя так, как будто вам 25. Хатха-йога — это еще и способ расстраивать этот мир. Вода должна быть немного холоднее комнатной температуры. В Индии, по крайней мере в Южной Индии, это не такая уж большая проблема. Вода здесь всегда такой температуры. Идеальное место. Если вы живете в более холодной стране, если находитесь в умеренном климате, вода может быть слишком холодной. В этом нет ничего хорошего. Температура воды должна быть, скажем, на 5-8 градусов ниже комнатной, но не ниже. Если вы склонны к простудам, в первую пару недель наливайте в холодную воду одну ложку эвкалиптового масла перед тем, как начать обливаться. Вы увидите, что простуды исчезнут не из-за эвкалиптового масла, только из-за холодной воды. Если у вас инфекция или что-то еще, связанное с чрезмерным выделением слизи, это нужно лечить иначе. Но, как я уже сказал, температура воды должна быть где-то на 5-8 градусов ниже комнатной, не слишком холодной. Нет. Если у вас было какое-либо взаимодействие с другими людьми, если вы слишком долго находились в толпе, то придя домой, первым делом примите душ. Вы должны сделать это. Не имеет значения даже если в день нужно будет принимать душ 3-4-5 раз, для садыки хорошо принимать душ много раз в день. Не стоит чрезмерно усердствовать, но… Были времена, когда я принимал душ, как минимум 5-7 раз в день. Теперь же 2, иногда 3. Два раза для вас обязательно. Больше – лучше. Если с кем-то происходит какой-то физический контакт, продолжительностью, скажем, более 6 минут, если вы даже просто держите кого-то за руку. Перед тем, как начать делать йогу, лучше всего принять душ. Это не вопрос чистоты. Мы не пытаемся очистить тело. Дело не в этом. Это не потому, что кто-то нечист, и вы пытаетесь очистить свое тело. Йога – это способ организовать вашу энергию в индивидуальное проявление. Поэтому, если происходит слишком много какого-либо взаимодействия… Если я провожу программу, и я даже физически никого не касаюсь, но если я нахожусь на программе 2-3 часа, то первым делом нужно принять душ. Потому что само взаимодействие создает определенное количество… Целостность вашей энергии немного ослабевает. Так что каждый раз, когда вы приходите домой, принимайте душ. Душ не обязательно означает мыло, шампунь и так далее. Ведро, наполненное водой, просто стекающая по вам вода очищает. Каким образом вода очищает без мыла и мочалки? Это работает не так. Вы, наверное, знаете, что в ядерных реакторах используются определенные металлы, такие как титан и даже платина и некоторые другие. Если нужно очистить эти металлы, если нужны металлы в чистейшем виде… В обычном лабораторном процессе их можно очистить только до определенной степени. Они не могут быть очищены далее. Тогда берут стержень из этого металла и кольцо, и затем просто перемещают кольцо вверх и вниз, не касаясь стержня. Просто делайте это, и вы увидите, что металлы очистятся. Итак, 72% вашего тела — это вода. Вы просто обливаете свое тело водой, и происходит определенное очищение. Речь не об очищении вашей кожи от грязи. Это в любом случае необходимо, но это другое. Происходит определенное очищение на более глубоком уровне, когда вы просто позволяете воде течь по вам. Вы замечали? Предположим, в какой-то день вы были очень напряжены. Затем вы пошли и приняли душ. Вы стоите под душем и не хотите выходить. Вы просто хотите постоять там какое-то время. Эти три или пять минут в душе не решили ни одной проблемы в вашей жизни. Но когда вы вышли, то почувствовали, что проблема как будто ушла. Вы чувствуете себя как будто родились заново. Замечали такое? Вы чувствуете, что все ушло. Потому что ваше тело на две трети — это вода. Если по нему будет течь вода, определенные вещи изменятся. Что-то такого, когда вы можете пройти? Поехали. Вы чувствуете? Возвращая альтернативla. Вы чувствуете? Субтитры создавал DimaTorzok